Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой». Телефон прямого эфира 379-65-70, код города Екатеринбурга 343 в студии Тимофей Обухов. И я сегодня рад приветствовать вас в гостях. Вновь отца Алексея Кульберга. Отец Алексей, здравствуйте! Добрый вечер, Тимофей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Благословите наши телезрители. Сегодня у нас канон праздника, День памяти святителя Николая. Поэтому всех боголюбивых телезрителей, которые сегодня почтили святителя Николая, всех, кто завтра совершает это доброе дело, пусть Господь молитвами святителя Николая щедро благословит и сегодняшний вечер сделает полезным для всех нас. Спасибо, Господи, батюшка. Сегодня предлагаю нам с вами поговорить о тех праздничных мероприятиях, которые проходят в Екатеринбургской епархии, в Екатеринбургской митрополии в целом. И предлагаю начать с того мероприятие, которое уже состоялось. Это 146-я годовщина со дня рождения царя-страстотерпца, государя Николая II. Ну да. Прошлый год у нас был ознаменован особой датой, юбилей дома Романовых. И эта дата была вынесена во все церковные мероприятия, чествовались во всех городах и местах жизни, служения царской семьи династии Романовых. И вот год завершился, и как-то сказали, что уже текущий год – это основная дата, это 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Ратонежского. И как-то тема Романовых, вот она так вот плавно ушла, другой юбилей, другие события. Но тема настолько серьезная, актуальная, интересная, содержательная, которой можно жить не один раз в сто лет, не один раз в год, которую можно проживать, которой можно вдохновляться, ну, каждый месяц, каждую неделю и каждый день жизни. Недаром вот церковь святая, для того, чтобы нас как-то назидать и укреплять, каждый, например, четверг, каждой неделе посвящает памяти святителя Николая. Настолько богат, настолько глубок этот святой, что его назидания достаточно для того, чтобы 54 недели в году, каждый четверг, утешать и назидать, и приносить нам пользу. Ну вот император государь Николай Александрович, его святая семья, не меньше святые для нашего Отечества, и назидания от их жития, от их деяний, которые они совершили, живя на земле. Их достаточно для того, чтобы тысячи, десятки тысяч их потомков вдохновить на подобную жизнь и вдохновить на доброе евангельское жительство. Ну, а, собственно говоря, церковь, в данном случае и Екатеринбургская епархия, пользуется тем, что земля Уральская особая, земля, на которой закончился земной и начался небесный путь семьи Романовых, царской семьи. Поэтому, конечно, эта тема, она присутствует во всех буквально событиях. Вот если мы сейчас возьмем май месяц, то вот можно по дням перечислять. Я думаю, что мы расскажем сейчас, уважаемым телезрителям, о том, чем живем эти дни. И еще не за один месяц до царских дней, до дня кончины царской семьи. Тем не менее, чем мы живем. И хотелось бы, чтобы, ну вот, уважаемые телезрители, наши братья и сестры, ну вот, может быть, услышавшись, вдохновились чем-то из тех событий, которые мы переживаем. И в ваших городах, селах, епархиях, приходах, семьях, может быть, что-то подобное в большей или меньшей степени попытались реализовать во славу Господа нашего, Матери Церкви и святых царственных мучеников. Ну, ближайшее, вот чем мы до сих пор еще живем, 19 мая мы праздновали, как вы сейчас упомянули, день рождения, день рождения Государя Николая II Николая Александровича. Вот, в понедельник, когда началась божественная литургия, в храме на крови, в расстрельной комнате, собственно, в том месте, где пролилась святая царская кровь, ну вот, конечно, во время службы нужно не размышлять, а молиться, но, тем не менее, вот не оставляла мысли о том, что сто лет назад в этот день вся страна, вся Российская империя праздновала. В каждом большом городе собирались губернские собрания, служились службы, молебны, заздравные, благодарственные, о здравии царствующего дома Государя Императора Николаева в этот день родившегося. Это было событие имперского масштаба. Прошло сто лет, и те люди, которые сугубо чтят Государя, конечно, вспоминают, а в рамках вот страны, человек, который сделал для нашей страны, но если бы он не сделал тех деяний, которые он совершил, то, может быть, России бы уже и не было. Не было бы и нас, и мы бы сейчас не спорили ни об Украине, ни о Крыме, ни о сохранении православия, мы бы уже не имели бы это ничего. Чувство, свойство, которое отличает христианина от Ивана Родства Непомничьего, это чувство благодарности. И вот очень бы хорошо, чтобы вот эти царские особые дни, не только день кончины царской семьи, но и день рождения Государя Императора. День Ангела, хотя вот Государь Николай II праздновал День своего Ангела на святителя Николая Зимнего, но тем не менее сегодняшний, завтрашний день тоже особый день, вот когда стоит вспомнить, стоит с благодарностью помянуть его святое имя. Да, и в день рождения Государя собрались люди, любящие, чтущие. И расстрельная комната с трудом вместила священников, которые пришли, чтобы помолиться, послужить в этот день, на этом святом месте. В храме были люди, которые кто-то со слезами, кто-то в таком молчании чтил этот день, чтил Государя Старстотерпца. Ну и надо быть, надо жить и любить, как вот только надо быть Пушкиным, чтобы суметь передать вот эти слова любви, вдохновения о том событии, о той личности, которая в этот день присутствовала особым образом среди молящихся. Ну и в продолжение службы, конечно, литургии, средоточия всей нашей жизни, но в продолжение состоялась выставка, открытие выставки вот там же в храме на Крови, посвященная православию на Урале. Конечно, православие где-нибудь в Центральной России, она исчисляется уже тысячелетием на Украине, в землях, которые просвещали сыновья князя Владимира. Ну а на Урале оно достаточно молодое, и вот эти вот 300 с небольшим лет уральского православия, они сохранились в интереснейших документах, в интереснейших архивах. Конечно же, Романовы вплетенную сюда красной нитью, не только государь-император Николай Александрович, но начиная с Петра Первого, интереснейшие документы. И вот эта выставка, совместно проводимая с Государственным архивом Свердловской области, предстала пред людьми, для которых интересная история, интересно то, чем жило наше Отечество. 300, 200, 150 лет тому назад. И посвящая эту выставку в этом году 700-летию преподобному Сергею Радонежскому, понятно, что преподобному Сергию вспоминали о просветителе Уральской земли, о святом Стефане, святителе Стефане, великопермском ученике и самолитвеннике преподобного Сергия, который, собственно, просвещал земли уральские. Ну и, конечно же, как точка, как апогей того, что в Урале произошло, эта царская семья, вот все вместила эта удивительная выставка. 19 число, вот такой день. А вечер этого дня, дня рождения императора, был посвящен детям в самом красивейшем здании Екатеринбурга, в губернаторском зале, в губернаторском доме прошел бал. Бал, в который участвовали дети, выпускники 11 классов, которые заканчивают в этом году обучение в средней школе. Те ребята, которые не только отлично завершили свою учебу, но и те, которые изучают, любят историю своей земли, и они писали такие замечательные письменные работы, сочинения и эссе, посвященные государю императору Николаю II. И из сотен этих ребят, которые были приглашены и которые представили свои работы, были отобраны 50 юношей, 50 девушек, чьи работы были признаны лучшими. Они были приглашены заранее в Екатеринбург, приехали. Здесь, находясь, встречались, обсуждали и тему царской семьи, и готовились к балу. Для молодых людей это интересно. Бал, красивое платье, замечательная музыка классическая. И вот танец, классический танец, будь это вальс или мазурка, вот они учили пять дней, как когда-то сто лет назад на балах собирались наши предки. Насколько я знаю, ведь вот сам этот императорский бал включал в себя очень много самых разных мероприятий. Во-первых, там была продумана целая концертная программа для ребят и пели, выступали в том числе. Знаю, что различные творческие встречи были непосредственно перед императорским балом, различные мастер-классы, на которых ребята могли поучаствовать. То есть, сам императорский бал – это как бы эпогея всех тех мероприятий, которые предваряли непосредственно его. Да. Ну вот, оказавшись в центре этого эпогея, когда ребятам губернатор и митрополит Екатеринбургский, Кирилл, вручали вот эти медали золотые, серебряные. Вот такое ощущение было, что вот как перенесся, действительно, насколько на сто, на сто пятьдесят лет назад, когда бал, на котором Наташа Ростова, описанный устами Льва Николаевича Толстого, совершался. Но действительно, это особый дух, когда в красивейшем зале стоит по всю стену портрет государя Николая Александровича, перед ним почетный караул экскурсантов, учащихся с Суворовского училища, глава региона, глава митрополия, ребята, которые не случайно сюда попали, для которых имя императора – это не что-то там из учебника истории. Я читал эти работы, и это проникновенные, глубокие, пережитые, даже не какие-то впечатления или эмоции. Это удивление перед тем, что собой представляла царская семья и Россия, империя. И вот зал, наполненный не случайными людьми, детьми, перед которыми открываются, понятно, это 16-17-летние юноши и девушки, перед которыми впереди вся жизнь, они еще не знают, что и как, но это лучшее, это отличники учебы и культурной жизни. И вот они собрались в этих прекрасных платьях, они произносили слова благодарности, и это слушать их было одно удовольствие, а потом они как исполняли, да нет, они танцевали. Танцевали. Вот смотреть на детей само по себе – это радость, это ликование, веселье. Но это уже еще дети, но уже и не дети, дети, которые выходят из детства и идут в большую жизнь. И вот такой бал, насколько они были проникнуты тем, что происходило, такое ощущение, что сам государь вот здесь присутствовал, и эти медали, на которых изображены как раз государь Николай Александрович, как последний из рода Романовых, и царь Михаил Федорович, как родоначальник. Ребята, это машина времени. Они вернулись на 100 лет назад и окунулись вот в ту эпоху. Нет, не для того, чтобы потом ностальгировать и рассказывать кому-то о том, где они были. А для них это, для многих, это мировоззренческий переломный момент. Они далее, вот приехав в свои села, деревни, поселки, города, они принесут вот эту частичку имперского сознания, того чуда, к которому они прикоснулись здесь. Бал продолжался с 7 вечера до 11 часа ночи. Конечно, столько времени там не было, но вот тех полутора часов, которые я пробыл, погрузился в эту атмосферу, конечно, для меня было достаточно для того, чтобы удивиться и порадоваться тому чуду, которое возможно в наше непростое время. Конечно, рад из-за этих ребят, за то, что они приобщились к этой удивительной тайне дома Романовых и Российской империи. Батюшка, есть у нас телефонный звонок, предлагаю его принять. Здравствуйте. Христос Воскресе. Ваисе Воскресе. Меня мучает, знаете что, одно единственное. Те, кто убивал царскую семью, скорее всего, и крещеные были, и причащались. Мне вот непонятно, как это в одночасье, столько веков уже было православие, народ был верующий. И в одночасье преподавались большевистской пропаганде, бросили царя, бросили церковь, все бросили одномоментно. Куда это все делается у людей? Что же они, выходит, неправославные были? Да, благодарю вас за вопрос. Спасибо большое, Евгений Александрович, наш постоянный телезритель. Да, да. Такое постоянство, оно вызывает уважение. Ну, не в одночасье происходят мировые революции, не в одночасье происходит изменение сознания. И об этом очень много написано, о том, что изменение сознания, но давайте мы коснемся, что нам произошло с момента грехопадения людей. От того соблазна, который вкусили наши предки, и дальше это семя тли, оно присутствует в каждом человеке, в каком бы он роде ни находился, в императорском или в крестьянском. И сколько написано, рассказано о том, как вот эту славную 300-летнюю историю дома Романовых, как возросла и духовно окрепла наше государство, наше родственное одновременно. И о том, как появился, было посеяно это семя тли, как яд вольнодумства, либерализма, вероотступничества, вошел и в верхние, скажем так, атмосферы общества тогдашнего, как вот этот горько-сладкий яд свободы, мнимой свободы, которую черпали наши предки из Европы, как он растекался по жилам нашего народа, сколько рассказано о тех предательствах, которые из года в год, из десятилетия в десятилетие в истории России дома Романовых совершались, связанные с церебийством императора Павла, связанные с иными непростыми временами нашего Отечества. И понятно, что это не за 1917 год совершилась революция. Это то, что зрело, то, что росло. Вы хорошо знаете Евангелие, его часто, когда звоните, цитируете. И вот эта притча о плевелах, которые враг рода человеческого посеял вместе с зернами, Господь не говорит, что надо их изъять, давайте сейчас прополем, пусть они вместе растут до жатвы. И вот до жатвы вместе на российской земле росли и благие семена, те имена, которые мы сегодня читаем в церковном календаре и именуем святые в земле российской просеявшие. Ну и, конечно же, те имена, которые вписаны черной, ядовитой вот этой краской, ядовитыми чернилами, не только имена цареубийц и отступников, не только имена мучителей, которые очень быстро из слуг царевых стали слугами убийц нашего народа. Ну и в течение 19-го, 18-го, 17-го века все эти люди присутствовали в истории. Это не вдруг, это не неожиданно. Эта тайна беззакония, она от греха падения, это по сей день совершается. Но именно в том, что людям, живущим в том числе и на русской земле, перед людьми есть выбор, по какому пути пойти. Есть возможность выбора услышать голос дьявола, человека-убийца изначально, или услышать голос Божий, последовать за ним. Вот в этом совершается и тайна христианского подвига, тайна христианского спасения. Да, были предатели, да, люди оказались у власти, но нам не надо смотреть на 100 лет назад. Давайте посмотрим на сегодняшнюю историю, на то, что сегодня происходит на нашей родной отечественной земле, земле украинской. Мы видим, сколько лжи, мы видим, сколько горя, сколько крови, страха, испуга, предательства совершается там. Нам не нужно листать учебники истории, достаточно внимательно посмотреть на то, что происходит сегодня. И мы можем осуждать тех людей, которые вот тогда, там, 100 лет назад вели себя не так, как нам думается, они должны были себя повести, эмигрировали, уезжали или молчали. Окажись, кто-то из нас сегодня вот в тех непростых обстоятельствах в Украине, или, не дай Бог, мы окажемся в подобных обстоятельствах через какое-то время в России, вот перед каждым человеком станет этот выбор, тот выбор, который стоит Царство Небесного. либо следование, желание стать добрым плодом, доброй пшеницы на Неве Господне, желание не предать, то, что нам доверено и Христом, и Государем, ну или спасать жизнь свою. Потому не в одночасье совершилось преступление, и тот добрый плод, который мы сегодня именуем новомученики-исповедники российские, ну поверьте, этот плод, собранный на Неве Господне, он не в пустую ушел, он стоил той жертве, которую Государь принес за наш народ. И этот плод, он уравновешивает, чашу весов, он перевешивает ту меру предательства, о которой вы говорите в вашем вопросе. Отец Алексей, спасибо большое за развернутый ответ на непростой вопрос, на самом деле можно долго говорить на эту тему. Вот сегодня в Екатеринбург прибыла освященная копия честных даров волхвов. Очень такое значимое событие мероприятие масштаба российского и, может быть, даже мирового. Расскажите, батюшка, как все происходило. О самих дарах волхвов, конечно, надо напомнить, о том, что совсем недавно, совсем недавно, Москва, Петербург, Волгоград, Киев принимали у себя вот эту святыню, привезённую со святой горы Афон, дары волхвов, те самые дары, которые волхвы положили к ногам родившегося Мессии, Бога Младенца, Иисуса Христа. Они бережно были сохранены через вот эти две тысячи лет, и сегодня они хранятся также бережно, с любовью, на горе Афон. И, соответственно, вот они посетили нашу страну, города, а, соответственно, жители всей страны стекались в города, в которых эти святыни находились, для того, чтобы поклониться. Миллионы людей совершили это паломничество. Мне вот не довелось, я не сподобился поклониться святым дарам ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других городах. И, конечно же, да, обстоятельства, все-таки пастырский долг, он, этот долг, и вот так просто отойти, отправиться куда-то нет возможности порой. И хотелось, конечно, к этой святыне поклониться. Нашлись добрые люди, которые вот совершили то, что совершили, изготовили копии этой святыни. И внешне, которые соответствуют, те ковчеги, в которых лежат, частицы даров волхвов, ну и внешне тоже, соответственно, икону Рождества Христова, где волхвы преподносят эти дары Богу Младенцу Иисусу Христу. И вот буквально единицы этих драгоценных копий были изготовлены, освящены, соответственно, перед честными дарами. И переданы сегодня Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии. Они с сегодняшнего дня находятся в храме на крови. И сегодня митрополит Екатеринбургский, Верхоторский Кирилл совершил благодарственный молебен Господу Богу о даровании нам этой святыни. Мы поклонились этой святыне так, как бы поклонились самому Христу в день Его Святого Рождества. Когда честные дары находились в Москве, в Петербурге, то велись такие вот, как обычно ведутся книги, записи о том, что происходит. Не только о том чуде, сколько людей приходит, чтобы поклониться, сколько людей готовы часами стоять в очереди. Очередь была такая, что у меня дочь, соответственно, с коллегами, с сотрудниками, с учениками школы пришли, чтобы поклониться этой святыне. Они отстояли несколько часов в очереди под дождем и не попали. Поклонились в очереди и пошли. Но и эти часы, прожитые в преддверии этой святыни, тоже стоили дорогого и тоже были восприняты, по сути, как поклонение самому родившемуся Христу. К сожалению, у нас не было возможности постоять в этой очереди. И сейчас копия даров находится в храме на крови. Когда разговаривал с людьми, которые приходили, это неудименные вопросы. А как так? А как так может быть? Как так? Вот копия даров. Вот даже там, а что там положено? А что это? И, конечно, очень отрадно было видеть и слышать, как люди, которым объясняешь смысл происходящего, как они меняются в лице, меняют отношения и встают в эту очередь, чтобы подойти и также помолиться, поклониться этой святыне. Очень простые доводы, объяснения. Мы все знаем о святой Иверской иконе Божьей Матери. Хранится Афона, иконе, которая, ну, сейчас я не место, не время пересказывать сказания о житии, о, в иконе Божьей Матери Иверская. Скорее, напомню о том, что XX век пережил такое потрясение в Канаде, в Монреале была явлена копия, ну, список с Иверской иконой Божьей Матери, которая начала источать мира. И, вот, за десятилетия, пока народ Божий узнал об этом чуде, икона объехала весь мир. И сколько там, грамм или килограмм литров этого мира истекло от иконы, сколько людей неверующих перед иконой стали верующими, сколько безнадежных больных получили исцеление от этого мира, об этом написаны книги. Копия Иверской иконы Пресвятой Богородицы. И слово копия в данном случае нисколько не умаляет той силы, которая заключается в этом святом образе. Это касается любой иконы Казанской, Владимирской, это касается и даже архитектурных строений. У нас есть всемирно известный памятник архитектуры в городе Истрия под Москвой есть Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь, в котором построен патриархом Никоном, при патриархе Никоне построен Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь, который является копией храма Воскресения Господня в Иерусалиме. И от того, что это копия, от этого не меняется духовный смысл. Если имеем возможность прийти к месту, где любящие Бога люди с любовью, с верою изготовили эту святыню, осветили ее от самих даров и приставили нам в поклонение, если мы к ним будем приходить как к самому Господу поклониться, выразить свою любовь, нет сомнений, что Господь, мы же к Нему приходим, что Он посетит и нас. Не мы к Нему придем поклониться, а Он придет, чтобы послужить нам в ответ. Что еще нужно христианину? Я думаю, что это более чем достаточный повод для того, чтобы изготовить, открыть народу Божию, дать возможность людям прийти к этой святыне. Ну вот, наверное, так скажем о том, что произошло у нас сегодня и останется, я надеюсь, на долгие годы. Патюшка, ну, как я понял из разговора, дары-то будут постоянно находиться в Екатеринбурге? Да, дары по благословению митрополита Екатеринбургского Кирилла, они сейчас находятся в храме на крови. Я могу предположить, что, может быть, со временем какие-то города или в весе епархии или митрополии, они будут, может быть, переноситься, чтобы не нужно было людям приезжать в Екатеринбург, а, соответственно, могли в городах люди собраться и помолиться и продолжаться к этой святыне. Но это дело будущего, это произволение Божие и благословение архиерейское, но я думаю, что в любом случае даже и совершить паломничество к этой святыне не на гору Афон, а на нашу Голгофу Уральскую, я думаю, что это дело более чем душеполезное. Спасибо большое, батюшка, за ответ. Есть у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. 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 Воскресе. Воистиного Воскресе. У меня такой вопрос, вот я повторюсь, я сам боюсь его задавать, но тем не менее. Вот я в Евангелии прочитал, что когда Христос родился, Богомладенец, то царь Ирод, узнав об этом, велел, так уже, я не это никак велел, ну, убить что ли, всех младенцев до двух лет, которые находятся в этом городе. И вот я это прочитал, а дальше как бы не написано. Вот это получается, ну, опять же, я даже боюсь задать этот вопрос, это какая-то, ну, это что, почему Бог-то попустил это, что вот невинные младенцы, они, вообще, за что они-то погибли, за то, что царю Ироду что-то там привиделось, пригрезилось, и не написано, он-то за это какое понес вообще наказание, вот, только написано, что он там пил, гулял, на пират там возлежал, и как бы вот, ну, немножко мне непонятно, и где это можно прочитать, так сказать, поглубже, чтобы понять, вот что, но все равно все плохое, наказание за это все равно будет, чтобы не останется, это безнаказанно, ну как, две тысячи маленьких младенцев, я когда читал, у меня слезы, за что? Спасибо большое. Да, действительно, слезы, слезы накатываются, если читаешь это, не вот, каким-то вот, сердцем, привыкшим к тому, что сейчас вокруг нас происходит. У нас сегодня, в нашей стране, ежедневно, умерщвляются сотни, а то и тысячи младенцев, нерожденных. Об этом совершенно замечательно, говорит в эфире телеканала «Союз» нами уважаемый и любимый отец Дмитрий Смирнов, о том, что вот это дело, которое положил Ирод 2000 лет назад, оно продолжается, продолжается в сегодняшний день, и, ну, может быть, Господь и для того дал, во-первых, попустил Ироду вот совершить то, что он совершил, для того, чтобы, ну, открыть перед нами картину зла, в котором могут сотворить люди. Это не вмещается в голову убивать детей, убивать младенцев, издать такое повеление, такой указ. И кажется, какой злодей. Но мы сегодня идем по улицам наших городов, сел и деревень. И мы лицом к лицу встречаемся с людьми, которые принимают вот лично такое решение убить младенца, убить младенца, зарезать его, расчленить его на части, отравить, удушить, все что угодно сделать. Господь тогда потерпел на Ироде. И я дерзновенно предположу, что если бы Ирод, царь Ирод принес покаяние в том зле, который он совершил, то Господь это принял бы покаяние. И если бы оно произошло, в знак научения тем потомкам царя Ирода, которые впоследствии будут повторять то зло, которое он совершил, которые впоследствии будут издавать приказы, указы о том, чтобы уничтожить город, как это было, было, свершалось войны, которые беспрестанно совершались по нашей земле, или сделать аборт тихо, молча, так как это свершается сегодня. А что касается царя Ирода, да, в Евангелии не описывается тот ужасный конец, который последовал за тем беззаконием, которое совершил царь Ирод, но тем не менее, церковь сохранила и очень подробно, что было с Иродом дальше, не только с Иродом, но и с его родственниками, с его родственниками, которые также упоминаются в евангельских текстах, и с Родиадой, и с дочерью Саламии, с дочерью Иродиады, Саламии. Царь Ирод был съеден червями. Господь попустил ему пережить такую болезнь, что когда, ну, я не знаю, какие это вот черви, как они там, как бы их сейчас назвали наши ученые, мы знаем, что есть вот такие вот, такая живность, которая заводится в очреве человека, но они завелись в очреве царя Ирода, и он сначала очень сильно заболел, его пытались лечить, это не получалось, когда болезнь дошла до критической фазы, то он гнил изнутри, и зловоние разносилось по дворцу Ирода настолько, что никакие слуги, никакие люди, которые работали во дворце, не могли там находиться от этого зловония, и он лежал один, брошенный всеми, оставленный один на один с собой, со своим злом, своим неверием, съедаемый изнутри червями, и это не в один миг совершалось, и тоже да, он умер, но вот эти подробности Господь открыл нам, потомкам, современникам, для того, чтобы, как тоже некий образ, мы читаем о том, что такое адские муки, адские страдания, о том, что никакая мука на земле не сравнится с тем, что ожидает Бога противников там, за гранью жизни и смерти, но это тоже некий образ того, что ожидает всякого человека, кто сучаствует в грехе Ирода, это урок, урок, который Господь в назидании оставил нам, и сколько, поверьте мне, ни тысяч, и ни миллионов людей, услышавшие об этом ужасном, об этой ужасной кончине злодея Ирода, в своей жизни воздержались от того, чтобы совершить зло, или содеянным зле они принесли покаяние, раскаялись, потому что убоялись того наказания, образ которого был явлен Богом в царе Ироде. Младенцы, ну мы сейчас молимся этим младенцам убиенным в дни Рождества Христова, мы поклоняемся им и почитаем, и мы свидетельствуем о том, что они сейчас, они не в той временной жизни, которой они решились в палестинских пределах, а мы сейчас говорим об вечной участи, которую они приобрели своим страданием, краткой жизнью, они вошли в Царствие Небесное и помогли потомкам услышать о таком уроке и этот урок на своей жизни применить. Я не сомневаюсь, что из тех святых, которых сегодня, имена которых содержат нынешние месяцы слов, что среди этих святых есть люди, которые, услышавшие о страданиях Ирода, о его зле, убоялись, делают зло, чтобы не получить такое страдание. Я думаю, этот урок актуален и на сегодняшний день. Спасибо большое, батюшка. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Христос Воскресе. Воскресе. Меня зовут Алексей, я из Таратова. У меня к батюшке вопрос. У меня 11 мая померла крестная. Моя родная мать и ее двоюродная сестра. Она после второго инсульта лежит, не встает, говорит плохо, и получилось, что-то разговаривает плохо немножко с памятью. Но осесть Таратова ей все время спрашивает. Она знает, что тоже болеет. И я, когда прихожу, по громкой связи даю, они разговаривают. Но вот она померла. Вчера было 9 дней, а мы до сих пор не сказали, что она померла. Правильно ли мы делаем? Или нужно все-таки ей сказать, или все-таки утаить от нее? Ответьте, батюшка, на вопрос такой. Знаете, тут, конечно, поставить диагноз человеку, страдающему каким-то недугом по телефону, это непросто. И вот сказать вам молчите, ничего не говорите, или наоборот, идите, расскажите. Знаете, здесь все-таки вопрос тонкий. И как сказать о том, что человек приставился, от этого тоже много зависит. Сказать о том, что крестная и, соответственно, родственница вашей мамы приставилась, можно сказать так, что ну вот умерла и тебя тоже самое ждет. А можно я не знаю обстоятельства кончины вашей крестной, как она умерла, как христианка, поисповедовавшись, причастившись святых христовых таинств, подготовившись к переходу от жизни, от бытия земного к жизни вечной, или как-то иначе. Может быть, как раз вот этот образ кончины крестной, если он был добрым, христианским, ну, то, о чем мы молимся в церкви, когда бываем, он может быть и утешением для вашей мамы, и укреплением для нее. Я не знаю, в каком состоянии находится рассудок вашей мамы, она ведь тоже взрослый человек, она знает, что люди живут и люди умирают. Возможно, известие о кончине ее родственницы, любимой родственницы, может быть, послужит поводом для того, чтобы и вашу маму посетил пастырь, церкви Христовой, для того, чтобы ее укрепил свершением таинства покаяния, исповеди, соборования, причащения. Я убежден в том, что из любой ситуации можно выносить пользу. Пользу для себя самого, для вас, чтобы вы молились, творили добрые дела в память о вашей крестной матери, но и, соответственно, для вашей мамы родной тут нужен мудрый подход и вот все обстоятельства взвесить и правильное решение вынести, как сказать. Я думаю, что вы посоветуетесь на месте, вот не знаю, пригласить вас приехать из Саратова в Екатеринбург я не готов, но я не сомневаюсь в том, что у вас на месте есть люди, пастыри, которые помогут подсказать, каким образом преподнести эту ситуацию, как ее донести до сознания вашей больной мамы для того, чтобы для нее это была польза для укрепления нынешнего ее состояния и все-таки польза для будущей участи. Посоветуйтесь с живыми людьми на месте, с приходским священником, с ближайшим, с тем, кого вы знаете, с уважаемым на месте человеком для того, чтобы узнав и оценив и сопоставив все обстоятельства, все-таки совет вам был не вообще пейте три раза в день, авось пройдет, а все-таки более конкретно, более детально, так, чтобы была польза. Это серьезный вопрос и посвятите этому время, не поленитесь. Отец Алексей, спасибо большое за ответ, ну а мы переходим к тем мероприятиям, которые еще предстоят Екатеринбургской епархии, в том числе жителям Екатеринбурга, в которых они в том числе смогут принять участие. Итак, во-первых, 22 мая перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мерликийских в бар, ну а 24-я детская литургия в храме Большой Золотоуст. Ну я бы сказал даже больше, 24-й это день памяти святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Сегодня, как никогда, это актуальная тема, потому что учителя славянские, это учителя не только Российской Федерации, а это и Украины, и Белоруссии, и западных славян, и восточных. Это та святыня, которая объединяет весь славянский мир, и день их памяти, конечно, это день, когда мы должны вспомнить и задуматься о том, как мы сегодня живем, что мы сегодня делаем в наших непростых нынешних реалиях времени. Ну а так, я не открою какой-то особо большой секрет, но все-таки призову наших телезрителей в этот день не только прийти помолиться святым Кириллу и Мефодию за нашу страну, но и помолиться за святейшего патриарха Кирилла. В этот день это день ангела святейшего патриарха московского всея Руси Кирилла и день, когда стоит обратить к Господу молитвы о нем. Не надо это воспринимать, как, знаете, как вот говорят, что вот у какого-то великого человека день рождения день ангела это вот что-то какой-то формализм церковь это живой организм. У нас есть родители и каждая дата день рождения день ангела наших родителей это день, когда мы должны сделать им что-то доброе, когда мы должны утешить, с ними пообщаться, провести время, проявить к ним любовь. Патриарх Кирилл это отец ангел нашей церкви. Конечно, у нас нет возможности всем приехать, лично встретиться, поздравить и выразить эту любовь, но в церкви этого не требуется. Мы можем эту любовь выразить, помолившись в церкви, дома, сделавши в этот день дело милосердия, доброе дело Христа ради с памятью о Святейшем Патриархе, для того, чтобы Господь его укрепил, для того, чтобы, когда Святейшему Патриарху надо принимать какое-то судьбоносное решение для какой-то конкретной епархии или прихода или человека или для всей страны, для всего мира, чтобы Господь так направил его ум, руку, сердце, чтобы это было дело Божиим. Дорогой день, и действительно, мы этот день будем молиться, в этот день будем молиться, конечно, во всех храмах литургии совершается, вот у нас в городе основное событие, это архиерейская будет литургия в храме Большой Златоуст, уже традиционная литургия в этот день, когда приглашаются дети, учащиеся православных школ, воскресных школ, общеобразовательных школ. Почему? Ну, это уже нормально стало традицией, что 1 сентября обычно, вот по всей стране, во всех храмах совершается молебна перед началом учебного года. Мы молимся, просим разума, помощи, светлости ума, ну, чтобы все было хорошо. Но год заканчивается. 25 мая, 26 мая в этом году будут звенеть выпускные звонки, последние звонки в школах, и нормальным, и правильным будет все-таки поблагодарить Бога за прошедший учебный год. И вот такой уже доброй традицией стало, что собираем на архиерейской службе детей, учащихся, тех, кто прожили этот учебный год, с учителями, с родителями, для того, чтобы поблагодарить, поблагодарить Бога за все, что было в течение этого года, за то, что мы просто живы, за то, что кто как учился, то мы те плоды пожинаем, но Господь нам это дал. Ребята самых разных возрастов, как я понимаю, да? Да, ребята разных возрастов, разных талантов, разных учебных заведений, ребята придут и поющие в церкви, соответственно, детский хор будет петь, и те, кто певческими талантами не обладают, те, которые посвящают вот это утро этого дня, тому, чтобы провести в церкви вместе, с благодарностью Богу. святитель Иоанн Златоуст свидетельствует о том, что благодарность, которую мы приносим Богу, это рука, протянутая с благодарностью к Богу, это рука, которая протянута за следующим благодеянием. Промчатся летние месяца, и вновь будет 1 сентября, и те, кто придет сегодня, кто придет 24 числа поблагодарить Бога, они же с чистой совестью придут 1 сентября на молебен, и им не стыдно будет попросить вновь у Бога помощи, потому что попросили, получили, поблагодарили. Это нормальный жизненный цикл всякого нормального человека. Мы ждем этого дня. Вот я жду, чтобы увидеть эти лица. Вот впереди у кого-то экзамены, особая ответственность, особая сосредоточенность, у кого-то впереди каникулы, уже радость, отрешенность, и вот все это, что содержится в детских коллективах, все это придет под своды храмов Божьих, я надеюсь, что не только в одном храме, не только в одной епархии, а во всех храмах в этот день будет много детей, и слова благодарности будут произнесены многими, но одновременно едиными усты и единим сердцем. Но все-таки повторюсь и призову во время этой службы всех тех, кто соберется, помолиться, помолиться и о нашей стране, о ее единстве в вере и в мире и в благочестии, и, конечно же, нашего святейшего патриарха, чтобы его дни были Богом благословенны, чтобы силы и разум Господь ему даровал, и мы его водительством через него были Богом Вадимы. Что еще желать нам, живущим на земле? Спасибо большое, отец Алексей. Ну вот, следующая дата 25 мая. Прямо май так наполнен датами, праздничными днями, днями памяти, день памяти Семена Верхотурского, вся Сибирь и чудотворца. Тоже очень много мероприятий запланировано, и в том числе, конечно, в Екатеринбурге, но, пожалуй, главное будет проходить все-таки Верхотурье. Даже еще не живя в Екатеринбурге и не являясь клириком, священнослужителем Екатеринбургской епархии, имя Святого Семена для меня было не просто каким-то рядовым именем, потому что в храмах, в которых мне доводилось молиться, служить, совершать паломничество, очень часто встречается икона Святого Семена Верхотурского у нас в стране, на Святой Земле. Ну вот, совершали паломничество к мощам святителя Николая и у чуда в храмах, в православных храмах Италии икона, на которой изображен наш соотечественник с удочкой в рукой, стоящей на берегу реки Тура и выдевающую руку ко Господу. Да, трижды в год совершается День памяти Святого Праведного Семена и вот ближайшая память это 25 мая. Понятно, что во всей стране, во всех храмах будут его имя призывать, но у нас сам Бог велел для того, чтобы это было особое торжество, потому уже сложившиеся традиции, пока что вот крестным ходом из Екатеринбурга до Верхотурья больше 300 километров мы не ходим, но электричка бесплатная для всех желающих прийти поехать поклониться, она традиционно выходит в эфире канала Союз подробно время отправления и проезд электрички через все станции населенные пункты транслируется, я сейчас не буду называть накануне, соответственно, она отправляется. Я помещаю нашим телезрителям это сделать в следующем же выходе ведущего дня и обязательно повторю. 24 числа в субботу утром она отправится с вокзала, но соберемся для того, чтобы поклониться, почтить, порадоваться, это действительно это радость в небольшом, старинном, русском, красивейшем городе Верхотурья, но городом его можно назвать относительно, вот как выглядит, как какое-то вот такое большое село, но теми не менее это город, в котором есть крепость и крепость государственная такая вот острог и соответственно монастырь на всю Россию известный, да, придем почтить, помолиться перед мощами Святого Семена, попить водички из святого источника, который открылся и до сих пор и проистекает на месте его погребения, все это предстоит и приглашаем, конечно же, людей, которые вот находятся недалеко от Верхотурья, но в пределах двух тысяч километров не более, приглашаем, у кого есть возможность, конечно, прийти и разделить с нами вместе эту радость и радость паломничества, ожидания этого праздника, этой встречи, радость встречи, богослужения, которое совершается торжественно, пасхального богослужения, ну и, конечно, общение, общение с теми людьми, паломники, которые приезжают в это место, как в наше время комфортное такое, сытое, как кажется, спокойно, насколько трогательно вечером, после всеночной в Никольском монастыре, даже ночью, зайти в храм, крестово-звиженский храм Никольского монастыря, и открываются картины, которые сейчас, ну, я не знаю, где еще можно увидеть, этот огромный, он один из крупнейших по площади храмов у нас в стране, это огромный храм, в котором только что совершалась торжественная архиерейская служба, совершались скождения, величания, его пол застелен одеялами, какими-то спальными мешками, и паломники, вот по-другому не выглядят, мужчины, женщины, дети, паломники, вот так вот, редками, и вдоль, и поперек, и под образами, и под посвечничками, устраиваются, лежат, кто-то читает Акафис Святого Симеона, кто-то читает тихонечко правила, кто-то уже лежит, отдыхает, и вот такой храм, наполненный паломниками, отдыхающими, но это тоже особый колорит, который присутствует в этом дне, это то, что трогает, согревает, умиляет, и на следующий день на литургию, приходя вновь в этот храм, и вот они все, свершившие такой путь, поспавшие на полу, на одеяльце, вот они вновь, как свечечки, стоят в храме, понимая, что они не лишатся, вот они, эти люди, не лишатся тех благ, которые Господь через своих угодников и может дать, и дарует всем любящим Его, да, действительно, это особый праздник, особый чин, особое торжество, и мы любим, я люблю, и, конечно же, устремлюсь в этот день, несмотря на то, что это воскресный день, конечно же, хотелось бы быть с приходом, с прихожанами, многие наши прихожане отправятся тоже, это такие яркие моменты жизни, которые оставляют, дают силы на целый год вперед, для того, чтобы жить, трудиться и иметь откуда черпать силы. Приглашаем, да, совершить паломничество, у кого нет такой возможности, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, вы, пожалуйста, посмотрите в ваших приходских храмах, если есть образ, чтимый образ Святого Симеона, то, конечно же, приходите помолиться перед ним, ну, а если вдруг, вот вы в вашем храме придете, и вот вы смотрите, а нету иконочки Святого Симеона, ну, проявите вот такую с любовью ревность о Господе и приобретите, либо закажите, напишите, и подарите дар вашему храму икону, чтобы вот этот святой, тихий и добрый, и удивительной доброты и силы молитвенник присутствовал в вашем храме, чтобы вам не нужно было 2000 километров или там больше ехать в Верхотуре, а можно было у вас в храме в сельском или городском помолиться перед этим святым угодникам. Спасибо большое, отец Алексей. Ну и вот мы плавно из мая переходим в июнь, 1 июня, день защиты детей, тоже мероприятий множество запланировано, часть из них, большая часть из них проходит, в том числе в храме, в котором вы являетесь настоятелем, то есть в Большом Золотовости, храме-колокольни. Батюшка, ну вот если вкратце осталось не так много времени, буквально 4 минутки, расскажите, что запланировано и Господь заповедовал не препятствовать детям приходить к Нему, поэтому вот так говорим у нас и в этот день детской литургии, и в этот день хоры детские поют, вот настолько, что прошел фестиваль детских хоров, на котором десятки коллективов собрались в храме на крови, вот прошедшее воскресенье, и имели возможность и посмотреть друг на друга, и послушать. А впереди, да, 1 июня, государственный праздник, день защиты детей. Казалось бы, в церковном календаре вот нет таких слов, нет такого наименования, но, тем не менее, вот всякое дыхание дохвалит Господа, всякий повод использовать для того, чтобы поблагодарить и прославить Бога, и благословить наших детей, конечно же, можно и нужно использовать. В этот день проходит множество мероприятий, вот таких, муниципальных, государственных, с детьми, какие-то встречи, митинги, концерты, еще что-то. Но вот мы попытались осветить, воцерковить эту традицию и пригласить детей к празднику, чтобы этот праздник был соединен с традицией, все-таки, благодарностью Богу и церковной традицией. В этот день, да, у нас в храме будет совершаться служба, на которой приглашаются учащиеся воскресные школы, города, близлежащих сел и пригородов. Те дети, которых заканчивается учебный год не в общеобразовательной воскресной школе, те дети, которые в свое время субботы и воскресенья посвящают вот этому труду, мы приглашаем на богослужение, на литургию, на крестный ход. Я уж очень кратко скажу, Екатеринбург это удивительный город, город, который носит имя Святой Екатерины, в котором нету нет собора, святой, нету храма вот этого кафедрального собора, который посвящен Святой Екатерине, есть маленький храм, часовня, которая недавно стала храмом. И мы совершаем детский крестный ход от существующего храма Большой Златоуст, около километра он продолжается до места, где мы надеемся, когда-нибудь милостью Божией будет воздвигнут достойный собор Святой Екатерины. А сегодня мы этим свидетельствуем о том, что нашим детям нужен мир, нашим детям нужна красота, нужно общение. И, конечно же, нужен храм, посвященный той святой, имя которой носит наш город. Потому у нас было три храма в центре города, Большой Златоуст, Екатерининский собор и Богоявленский кафедральный собор. Сейчас пока что есть только один. Мы проходим по тем местам, где стояли эти храмы и, соответственно, приходим к Екатерининскому собору с тем, чтобы помолиться. Знаем о том, что детская молитва, она сильна. О том, что по молитве детей совершаются чудеса. И вот в этот день мы приглашаем детей, родителей, бабушек, дедушек, приглашаем всех вместе поучаствовать в этом удивительном, вдохновенном деле, которое надеемся, что Господь благословит. В прошлом году не было. Мы заготовили зонтики, дождевики, думаем, вдруг дождь пойдет. Дождь не пошел, была прекрасная погода. Надеемся, в этом году Господь благословит дело. Ну, погодой хорошо, если не погодой, то тоже хорошо. В любом случае мы совершим и надеемся, что эта капля, она тоже войдет в то дело, что, говорит, капля воды камень Вышинского. График пребывания мощей есть в том числе подробный на сайте Екатеринбургской епархии. С 1 по 21 июня мощи святителей Феофана будут находиться в Екатеринбурге в Иоанно-Притеченском архиерейском подворье, что на улице Репина 6. Это вот буквально от нашей студии 50 метров по территории архиерейского подворья. Ну, батюшка, время наше подошло к концу. Несколько слов для наших зрителей по традиции. Дорогие наши телезрители, я вот надеюсь, что тот час, который мы провели вместе, он принес вам пользу. Может быть, вы услышали и какие-то все-таки дела, которые делаются и планируются, вы в них примите участие. А если вы не примите участие, то, может быть, они вдохновят вас вот там, на тех местах, где вы живете, где вы трудитесь, где вы молитесь. Может быть, и что-то подобное сделать так, чтобы и на ваших местах жительства, и святая царская семья, и дары волхвов, и дети, и иные вот эти жизнеутверждающие ценности, которые у нас есть, чтобы они тоже были использованы в пользу ради душевной, духовной, и вашей личного, и народа, который живет вокруг вас. Я очень надеюсь, что святитель Николай, вот которого завтра у нас день памяти, который предстоит уже близ нас, что он благословит всех вас, дорогие телезрители, и на всякое дело благое наставит вас во всех днях жизни вашей. Христос воскресе! Воистину воскресе, батюшка! Дорогие друзья, сегодня на ваши вопросы отвечал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и наставитель храма Большой Золотогоутства в городе Екатеринбурге претерей Алексей Курберг. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»